Ислам Махачев и Бобби Грин Ислам Махачев в случае победы выйдет на серию из 10 побед подряд. Это будет самая длинная победная серия наряду с Оливьерой, который сейчас имеет также в активе 10 кряду. Если его будет ждать успех в бою с Гейджи, то это будет 11 подряд. И конечно же идеально поединка не придумаешь. 10 побед против 11. Махачев против Оливьеры. Тони против Хабиба. Да-да, мы это обговаривали уже много раз. И мы понимаем, что поединок выйдет пушечным. Но у многих может возникнуть вопрос, а заслуживает ли дагестанец после победы над бойцом вне топ-15 титульный бой. Вероятнее всего это не та победа, после которой можно сказать, да, чувак, этот парень убьет Чемпа. Но в совокупности с 9 прошлыми можно сказать, что Махачев более чем заслуживает подраться за пояс. Просто кто еще кроме Ислама может подраться за титул после Гейджи? Кто еще есть в легком весе с большой серией побед, который заслуживает титульник? Вроде как претендентов больше нет. Нет, единственное Конор Макгрегор. Но пока вообще нет никаких инфоповодов, связанных с ирландцем в рамках боев. Пока что самый яркий момент, это то, как он ест мороженое. Поэтому да, Махачев следующий. Но все задаются вопросом, а заслуживает ли Бобби в случае победы выйти на такой бой? Потому что, блин, это же бои, всякое возможно. Я думаю, что даже если такое произойдет, вряд ли в этом есть смысл. Лучше уже Конору дать титульник, а Грину выйти на претендентский бой. Просто Бобби уже выигрывал свое время третьего номера. Но после победы выше седьмой позиции он не поднялся. Поэтому даже если случится что-то невероятное, Бобби займет где-то примерно такое же место. Окей, мы выяснили, что будет ждать бойцов в случае победы. Что по навыкам? Как вы помните, мы в отдельном ролике рассматривали, каким образом в теории Грин может победить. Но нужно все-таки смотреть правде в глаза. Бобби – крутой чел и ударник. У него хороший бокс, и он может попасть по оппоненту. Но есть ли у него та самая мощь, которая позволит решить ход встречи одним попаданием, чтобы просто отключить свет и не дойти до партера? Я думаю, что нет. Нужно понимать, что даже шанс Панчера почти равен нулю. И из-за этого лишь в случае возможной усталости Махачева или неудачных тейкдаунов, ну или же прям жесткой ошибки, как в бою с Мартинезем, у Бобби есть шанс. Так, к сожалению для Грина, он исключен. Махачеву же не стоит заигрываться в стойке, так как он говорил, что готов в случае чего и в стойке поработать в поздних раундах. Я не считаю это правильным решением, так как Бобби все равно опасен повалить и быстро победить. Ну или повалить и работать в подавляющем большинстве в борьбе. Использовать ударку лишь для сближения на тейкдаун. Но вообще, если говорить о фаворите в ударной технике, о бойце, который должен быть лучше, если бой будет проходить на ногах, это Грин, конечно же. Как мы узнали, Бобби является базовым борцом. Он хорошо боролся в колледже и, в принципе, даже в своих боях нет-нет тейкдауны проводит. Значит ли это то, что он сможет вставать и защищаться от переводов Махачева? Я думаю, что нет. Чел Сонан отметил, что Ислама нет каких-либо регалий в борьбе. И вообще у него нет хороших борцов с парринг-партнеров. Если честно, это звучит как неудачная шутка. Потому что, во-первых, Махачев брал чемпионат мира по самбо. И во-вторых, один Хабиб стоит больше всех с парринг-партнеров Бобби. Поэтому я даже не знаю, о чем говорит Чел. И вообще, Ислам Дагестанец, у них каждый второй, может заломать All American из США. Думаю, что этот мэм подходит идеальнее всего. Поэтому нет, даже если Бобби защитится от одного перевода, второй он точно пропустит. Это даже не обсуждается. Махачев повалит его, если захочет. Тут он. Помните, я говорил, что, возможно, весосгонка скажется на Исламе? Теперь я думаю, что она скажется на Бобби, так как недавно вышло интервью, где он говорил, что весил чуть ли не 90 килограмм, когда ему предложили этот бой. Грин жестко объелся, и ему предстоит вторая весосгонка за три недели. Это будет сложновато. Считаю, что Махачев и так был фаворитом в кардио, но теперь это будет играть еще большую роль. По ментальности, если говорить о победном настрое, конечно же Ислам. Бобби открыто заявляет, что ему не важна победа или пояс. Ему нужны лишь деньги. Он хочет заработать, и он заработает, так как вышел на коротком уведомлении. Больше его ничего не беспокоит. Что и правильно, он уже ветеран. Окей, что по исходам. Итак, кто же победит? Главная интрига года. Ислам или Махачев? Шутка не становится смешнее, когда ее повторяешь из раза в раз. Но даже сам Бобби вряд ли верит в свой успех. Первый исход – это безоговорочная победа Махачева. Второй исход – это досрочная победа дагестанца. Третий – это победа с Абмишином. И бонусный, пусть будет четвертый исход – это тотал 2,5 меньше. Думаю, что Махачев может выиграть этот бой крайне быстро. Да, интриги, к сожалению, нет. Но такие дела приходится выбирать возможные исходы. Если вы спрашиваете, за кого я буду болеть, естественно, я поддержу Махачева. Многочисленные ролики про Грина у меня на канале и в инсте – это просто проявление уважения к этому бойцу. Бобби мне тоже очень нравится, но я понимаю, что он вряд ли чемпионского калибра. А бой Оливиры с Махачевым я хочу прям дико сильно. Окей, а что вы думаете об этом всем, ребят? Жду вас в комментариях. Ребята, подождите. Вас ждет еще крутое предложение от меня. А точнее, вы можете перейти в мой инстаграм и подписаться на него. Там всегда есть мои реакции на то или иное событие, свежие новости и многое другое. В общем, жду вашу подписку. Не пожалеете. Ссылка, как обычно, в описании. Ну что же, дорогие друзья, а на этом наше видео заканчивается. Если вам оно понравилось, пожалуйста, поставьте лайк, напишите комментарий и не забывайте про репост. Он очень важен для развития. Будущее канала в ваших руках. Спасибо.